Астана. Сколько легенд и стереотипов рождают столица. Так уж сложилось, что любой крупный мегаполис всегда обрастает мифами, одни из которых чистая правда, а другие плод богатого воображения. Один из них гласит, что Астана — это город белых воротничков. Действительно, на левобережье часто можно встретить людей, одетых в деловые костюмы. Оценив их дресс-код, вы подумаете, типичные госслужащие. Так давайте разбираться вместе. На самом ли деле Астана «Город белых воротничков. Миф это или реальность?» В этом выпуске вы узнаете о самых востребованных профессиях, сколько сейчас в Астане насчитывается предпринимателей и о том, какие специальности уже в ближайшем будущем будут востребованы в столице. Решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу было принято Верховным Советом страны 6 июля 1994 года. Официальный перенос состоялся 10 декабря 97-го. Тогда же началась массовая передислокация в Акмолу государственного управленческого аппарата высшего уровня. Можно сказать, что назначение Астаны новой столицей способствовало росту населения, в том числе и за счет переезда государственных служащих. Вскоре, как и следовало ожидать, Астана стала городом с так называемым административным окрасом. Левобережье престижные жилые комплексы вскоре заселили белые воротнички. В Астане, несмотря на немноголюдность на улицах, внутри офисов кипит своя жизнь. Айгирим переехала в Астану 5 лет назад. Девушка решила получить высшее образование в столице. Айгирим считает, что в Астане все больше появляется новых возможностей для молодых и талантливых специалистов. Астана – это молодой и развивающийся город. Для таких молодых специалистов, как я, здесь много возможностей, потому что именно в Астане проходят различные мероприятия международного масштаба. Все важные государственные органы расположены здесь. По информации Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, в стране на 1 января 2018 года фактическая численность государственных служащих составила 91 830 человек. В Астане же далеко не все жители столицы работают в министерско-ведомственных кабинетах. Все та же статистика свидетельствует, что с каждым годом бизнесменов становится все больше. По информации Департамента статистики города на 1 апреля текущего года в Астане насчитывается больше 310 тысяч горожан, занятых в малом и среднем бизнесе. По развитию предпринимательства Астана – лидер среди других регионов. Анастасия – успешная бизнесвумен. Эта хрупкая девушка всегда думает и работает на перспективу. Она создатель агентства по организации мероприятий. Вместе с ее небольшой командой они проводят презентации, концерты, тимбилдинги, конференции. Сегодня ивент агентства пользуется большой популярностью в Астане. Я благодарна, что сейчас в моей команде есть люди, которые разделяют мою страсть к необычному искусству, потому что каждое мероприятие – это искусство. Мы стараемся вплести сюда разные жанры из театра, из кино, из цирка, и стараемся готовый продукт создавать, уникальный для каждого клиента. Любой бизнес нуждается в реализации продуктов или услуг, поэтому профессионалы в сфере продаж всегда востребованы. Хорошие специалисты нужны в торговле, медицине, финансах, телекоммуникациях, промышленности. По информации одного из самых крупных сайтов в Казахстане по поиску работы и сотрудников, в Астане в топ-5 востребованных специальностей входят. Менеджеры по продажам, торговые представители и административный персонал. На третьем месте – специалисты в области управленческого учета и финансов. Уже который год профессия бухгалтер не покидает лидирующих позиций. Специалисты в сфере строительства тоже остаются востребованными. Квалифицированные медики в столице тоже на расхват. Хороший врач должен обладать не только высоким уровнем образования, но и продолжительной практикой. Как правило, в эту профессию приходят не за деньгами, а по призванию. Динара Мухамеджановна – врач-эндоскопист. В медицине она работает уже 12 лет. Говорит о том, что выбрав такую сложную и вместе с тем благородную профессию, ни капли не жалеет. Помимо того, что ты влюблён в свою профессию, ты несёшь ответственность за жизнь и здоровье пациента. Поэтому врач должен постоянно развиваться, посещать конференции, конгрессы, мастер-классы. Должен быть хорошим психологом, поскольку не только само лечение, но и беседа с пациентом оказывает терапевтический лечебный эффект. Астана – прогрессивный город, где есть много возможностей для молодых специалистов в сфере медицины, считает Динара Мухамеджановна. За последние годы в столице увеличилось количество клиник, стационаров, родильных домов, научных центров. Очень много опытных специалистов, у которых можно перенять опыт и знания. Новейшие технологии, инновации – всё это в Астане присутствует, поэтому возможности не ограничены было бы желание и стремление самого человека. Мир не стоит на месте. В новых экономических условиях развивается и Астана. Востребованность инженерных и технических специальностей объясняется набирающей обороты индустриализации страны. Кроме того, появляются новые технологии, в том числе в строительстве, промышленности и транспортной отрасли. Поэтому знающие в этом толк специалисты всегда востребованы. В прошлом году в Казахстане стартовал уникальный проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». В его рамках в колледжах проходит обучение по специальностям сервиса и обслуживания, а также по техническим, технологическим, сельскохозяйственным специальностям. Участники проекта – выпускники девятых и одиннадцатых классов. В рамках программы развития города Астаны запланировано бесплатное обучение по государственному образовательному заказу. Три с половиной тысячи человек в этом сентябре также будут направлены по востребованным специальностям. Плюс там также будут такие специальности, как фармация, ремонт и обслуживание медицинской техники. То есть востребованные специальности. Шеф-повар Роберто Дос Сантос родом из солнечной Бразилии. Он владелец бразильского ресторана в Астане. В столицу Казахстана переехал пять лет назад. В кулинарной сфере уже больше 20 лет. До этого он работал в Бразилии и в России. Впервые посетил Астану в 2011 году. Главный город Казахстана сразу же понравился бразильцу, и он решил остаться здесь навсегда. Мы казахцы-бразильцы, мы очень похожи. Я всегда это говорю, потому что это на самом деле так есть. Вы очень такие открытые люди, такие очень темпераментальные люди, вы очень такие гости принимаете. Вы тоже такие. И мне было очень приятно, очень приятно. Я подумал, я хочу жить здесь. В кулинарной сфере главное терпение и трудолюбие, говорит Роберто. Во многом благодаря этому его ресторанный бизнес успешно развивается в столице Казахстана. Нужно покупать хороший продукт. Не всегда самодорожье, это самое лучшее. Нужно создать хорошее меню, нужно знать, что вы готовите. И обучайся постоянно. Или, может быть, у него есть какие-то фантазии, нужно пробовать. Рынок труда сегодня диктует свои условия. И потребность в специалистах разных профессий всегда будет меняться в зависимости от мировых тенденций. Сфера IT хорошо развивается. Не хватает все-таки квалифицированных специалистов в этой сфере. Но в целом все-таки рабочие профессии или просто врачей тоже, можно сказать, все-таки не хватает на сегодняшний день. И наверняка эта специальность будет актуальна еще долгое время. Даже в органы внутренних дел у нас большой дефицит в кадрах наблюдается. И, к сожалению, из года в год все больше и больше. Итак, мы развенчали стереотипное представление о столице как о городе белых воротничков. Как видите, чиновников в мегаполисе не так уж и много, как может показаться на первый взгляд. В Астане бок о бок живут и трудятся представители самых разных профессий. Все они нужны и важны. А какие специалисты будут в тренде в перспективе, покажет только время.